А прямо сейчас в моих цепких лапках оказалась очень тёплая, уютная, добрая, милая, прекрасная, талантливая Катя Кокорина. Привет, дорогая. Привет, привет. Итак, я тебя поцелую, да, пока муж не видит. Итак, ты недавно, совсем недавно, буквально полтора месяца назад выпустила клип «Повыше неба». Скажи, пожалуйста, кто был вдохновителем этой работы? Как вы выбираете вообще, на какую песню стоит снимать клип? Вообще, какую песню выпускать или не выпускать? Нет, ты знаешь, как ты душой. Мне кажется, нет какой-то основной идеи, какую ты должен выпустить песню. То есть, если песня нам нравится, мы её выпускаем. Если она нам очень нравится, то мы снимаем на неё клип. То есть, вот так и работаем. То есть, короче, если очень попросишь у домика бюджет на клип, он, кстати, он твой продюсер, муж. А как вы разбираетесь с бюджетами? То есть, он выделяет бюджет, это вычитается из твоих гонораров? Или как это происходит, когда ещё у вас связаны семейные отношения? У нас один бюджет, один конверт. Я подхожу и беру оттуда деньги. Вот и всё. А, то есть, вот так. Домик. В прошлом месяце мы тебе клип снимали, теперь этот конвертик мой, да? Совершенно верно, совершенно верно. Всё по-честному. А вы гастролируете часто вместе, ну, наверное, всегда, да, практически. Вообще, устаете друг от друга, когда вот и дома вместе, и на работе? Или как-то это помогает, наоборот? Мы не устаём друг от друга, потому что у нас как бы разные всё равно какие-то сферы деятельности, да? То есть, дома мы семья, любящий муж и жена. На студии мы уже как бы продюсер, певица и так далее. И помогает именно это, осознание того, что не смешивать работу с семьёй всё-таки. Слушай, ну, я знаю Доминика давно уже, он очень добрый человек, я не знаю, я, ну, наверное, ни разу не слышал, как он кричит или ругается. Вот расскажи мне, пожалуйста, какую-то последнюю историю, которую ты помнишь, когда у вас случился семейный бытовой скандал. Ну, без поножовщины, конечно, мы против домашнего насилия. Ну, вот такой, знаешь, милый броняться, только тешит. Мы, на самом деле, часто ссоримся, потому что я очень такая... Хочешь вонзить ему ногти в спину. Очень импульсивная и эмоциональная, поэтому мне стоит одного такого щелчка или какого-то взгляда, который мне не совсем понравился, и всё, я начинаю заводиться. Но один есть очень... Давай, скорей, скорей, давай. Один очень хороший вариант – это разойтись по разным комнатам и успокоиться. Действительно, нам это помогает. Слушай, ну ты скандалистка, а дом спокойный, как у вас происходит? Ты сама с собой кричишь и доводишь его, пока он... Он просто хорошо маскируется. Он тоже любит покричать. Хамелеон. Ладно, отправляю тебя готовиться к выступлению на противной зоне. Привет! Привет! Эй! Поехали! Ты моя бесконечность. Ты бесконечность. Моя бесконечность. Я читал тебя между вздом, Летелал про сотни историк, Шел среди остывших дорог, Незнакомых чужих территорий, Доверяя знакомым с нам, Точно знал, что встречу однажды, И каким лететь небесам, Сердце подскажет нам. Ты океан моей любви. Нам небо подарило вечность, И я тону в глазах твоих. Ты бесконечность. Моя бесконечность. Если ты не рядом со мной, Это сердце просто не пьется, Ночи неба дышит весной, Только в нем живет мое солнце. Прочитай в глазах мой секрет, Я его согрела любовью, Я пройду хоть тысячи лет, Рядом с тобою. Ты океан моей любви. Моей любви. Нам небо подарило вечность, И я тону в глазах твоих. Ты бесконечность, Моя бесконечность. И нет ни пространства, ни времени, Это любовь в откровении, Нам из нее не мгновение Не потерять. В мире, где все одинаково, В мире, где все одинаково, Вскроемся тайными знаками, Просто возьми меня за руку, Чтобы больше не отпускать. Ты океан моей любви. Нам небо подарило вечность, И я тону в глазах твоих. Ты бесконечность, Моя бесконечность. Ты бесконечность, Моя бесконечность, Моя бесконечность. Ты бесконечность, моя бесконечность Павелев и Рафаэль Курбанов Вау, встречайте! Поехали! Павелев и Рафаэль Курбанов 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 Павелев и Рафаэль Курбанов